Оказавшись в парке Металлургов, местные жители вряд ли узнают его в нынешнем состоянии, хотя принципиально концепция парка не меняется. В ходе масштабной реконструкции исторический облик предполагается сохранить, а вот материалы будут только самые современные. Исполнение контракта на месте проверили глава Самара Олег Фурсов и председатель губернтской думы Виктор Сазонов. Работы проходят согласно графику. 9 мая 2018 года обновленный парк будет открыт. Благодаря поддержке губернатора и благодаря поддержке формирования комфортной городской среды у нас появились ресурсы, необходимые для того, чтобы общественную зону сделать современной, удобной и качественной для наших горожан. Здесь будут пешеходные дорожки, выполненные тротуарной плиткой, будет реконструирован лебяжий домик, значит, будет организована детская площадка, спортивная площадка, изменена так называемая танцевальная площадка, будет возможность заливать каток на ней. Кроме того, будет открыт доступ к вечному огню. Пивных киосков здесь уже не будет, зато будет много цветов и спортивно-развлекательный комплекс на любой сезон. В прежние годы парк Металлургов был одним из знаковых мест отдыха. Сюда приезжали со всей Самары. После реконструкции посетителей должно стать больше. На месте обсуждается проект, вносятся коррективы. В частности, предлагается заменить старые деревья на новые, благородных пород. Кроме того, у подрядчика есть новая идея, как улучшить техническое решение, сделать ограждение и свет. Очень детально и очень тщательно этот проект рассматривался у губернатора. И губернатор внес там очень серьезные коррективы. В конечном итоге этот проект был утвержден. Все то, что было заложено, оно сохранено, но уже в новых условиях есть новые технические решения. Это будет все обновлено. И люди придут просто в обновленный парк, в обновленный парк, который для них имеет очень большое значение. По-прежнему центральным местом парка Металлургов будет Лебяжий пруд, в котором полностью заменят бетонную чашу, обустроят прилегающую зону. Еще одно место отдыха, в котором проведут масштабные работы в железнодорожном районе. Парк Щерса. Первое, что видят гости Самары, когда приезжают на поезде. А многие приходят сюда, чтобы провести время в ожидании отъезда. Изначально планировалось благоустроить только вход в парк, но уже на месте принято решение о реконструкции всей территории. Поручение главе района разработать и согласовать с жителями, что они хотят видеть в обновленном парке. Вот здесь можно спортивную площадку делать. А мы планировали. Вот ФОК, здесь, правда, не спортивную площадку мы планировали, а с резиновым покрытием, детские формы архитектурные и тренажеры. Дальше планировали ФОК, то есть целым ансамблем. А здесь был бы летний театр. Вот этот 8 миллионов, это было лет 5 назад. Верните к этим вещам, да. Есть там в пределах 15-20 миллионов, я думаю, что мы в этом году даже решим, чтобы работы начались. Здесь переходящие. То есть там какая-то сумма в этом году, что можно реально освоить. Следующая сумма в 2018 году. Здесь появятся новые деревья и газоны. Качество выполнения зеленых участков на особом контроле. Так, на улице Дыбенко глава города проверил, как идет обустройство газонов в ходе комплексного ремонта дороги. Глубина грунта должна быть не менее 15 сантиметров. Две пробы оказались неудачными, и такое встречается на разных дорожных стройках города. Подрядчика заставят переделывать и насыпать больше земли, чтобы тротуар выглядел так, как и было изначально в проекте. Раньше здесь мало было тротуаров, то есть людям было ходить неудобно. Сейчас по двум сторонам идут тротуары, вот особенно в участках от Карбышева до Советской армии. Здесь также обустроены ливневые канализации, установлены новые опоры освещения. И самое главное, от улицы Авроры до Советской армии под Ибенко пустят автобус, чего раньше никогда не было. На участке будет две остановки, с обоих сторон уже установлены павильоны. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События.